На предыдущих занятиях мы с вами рассматривали различные ортогональные преобразования. И в общем случае, таких преобразований бесконечное множество. Но можно ли среди всего этого многообразия найти наилучшее для конкретной решаемой задачи? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, во-первых, понять, что значит наилучшее. В рамках данного занятия мы сформулируем это понятие так. Наилучшее ортогональное преобразование, которое мы хотим найти, это такое, когда на первый байсный вектор φ1 будет приходиться максимально возможная по модулю проекция, на второй вектор φ2 будет приходиться максимально возможная проекция из оставшейся информации о сигнале и так далее. То есть мы хотим найти такие байсные векторы φ1, φn, чтобы информация о сигнале наилучшим образом локализовывалась в коэффициентах разложения. Например, возьмем какой-нибудь сигнал размерностью 16 счетов. Например, вот такой вот. И подумаем, какой байсный вектор следует взять для его описания. Ну, очевидно. Так как сигнал этот у нас всего один, то форма байсного вектора должна полностью совпадать с этим сигналом. То есть мой вектор φ должны взять такой же, как и сам вектор x. Только нормируем его. Вот этот вот нормирующий коэффициент, который вот здесь вот в самом начале записан, он обеспечивает единичную норму нашего байсного вектора. То есть скалярное произведение вектора самого на себя дает единицу. В результате мы можем одной вот этой вот проекцией А1 описать полностью этот сигнал. То есть, по сути дела, этот коэффициент А1 является масштабирующим множителем для нашего байсного вектора φ. Отлично. Мы теперь знаем, как найти оптимальное преобразование, если работаем только с одним конкретным сигналом. Но на практике мы должны описывать не один какой-то сигнал, а множество различных сигналов длиной n. И, допустим, этих сигналов у нас m штук. И на практике часто это число m стремится к бесконечности. Но мы для начала положим, что у нас m равна 20. Как теперь подобрать наилучшие байсные векторы вот для этих сигналов? Вот здесь вот на рисунке привезены примеры этих сигналов x1, xm. И предположим, что вот именно для этих сигналов мы хотим найти наилучшие байсные векторы для их разложения. Наилучшие в том смысле, о которых мы только сейчас говорили. А вот здесь вот ниже представлены числовые значения этих сигналов. То есть это вот первый сигнал, который представляет собой вектор из 16 отсчетов. Это будет здесь вот второй сигнал, ну и так далее. Их здесь вот 20 штук. Итак, как нам выбрать первый байсный вектор так, чтобы на него в среднем приходилось наибольшей проекции, когда мы раскладываем по нему вот эти вот сигналы? Давайте для начала его выберем вот таким вот, состоящим из всех нормированных единиц. Нормировка здесь означает, что длина этого вектора φ равна единице. Соответственно, по этому первому байсному вектору мы можем разложить все наши сигналы xg, g у нас от единицы dm, вот таким вот образом. То есть выполнить их скалярное произведение. То есть это коэффициенты разложения по этому первому байсному вектору. И вот здесь вот кроется один ключевой момент. Вот эти вот коэффициенты a1, a2, am оказываются такими, что они обеспечивают минимум квадрата ошибки восстановления сигнала по этому первому байсному вектору. То есть, если мы будем устанавливать какой-то сигнал по этому первому байсному вектору, вот согласно этой формуле, то это обеспечит минимум вот такой вот ошибки. И в этом легко убедиться, если мы возьмем и продифференцируем вот это вот выражение по ажи и приравняем результат нулю. Именно так находятся точки экстрема функции. А функция e у нас в данном случае представляет собой параболу, которая ветви направлена вверх, и имеет всего одна точка экстрема, соответствующая минимуму этой функции. То это минимум мы здесь вот так вот и получаем. Значит, в результате дифференцирования нашей параболы по коэффициенту ажи мы получаем вот такое вот выражение. Его можно переписать вот в таком вот виде. Ну и отсюда следует, что наш коэффициент ажитый, есть не что иное, как вот такое вот выражение. Так как у нас байсный вектор φ1 нормированный, то есть φ1 транспонированный на φ1 дает единицу, то у нас остается только вот такое вот выражение. Вот мы с вами и доказали, что наши коэффициенты а1, а2 и так далее, аm, такие, что у нас минимизируется вот такая вот ошибка. Из этого следует, что нам нужно найти такой первый байсный вектор φ1, чтобы минимизироваться вот такая вот суммарная квадратичная ошибка восстановления всех m сигналов. То есть для нахождения оптимального вектора φ1 мы можем опять же продифференцировать это выражение по этому вектору φ1 и получим такое выражение. И уже из этого уравнения получаем вот такой вот вектор φ1. Здесь вот это вот ажи транспонированное, есть не что иное, как обычные ажи, потому что это обычное число. Если теперь вместо вот этого коэффициента ажи подставить вот это вот выражение, то мы получаем вот такую вот формулу. Далее уберем из этой формулы вот этот вот нормирующий множитель и перепишем все вот в таком вот виде. Вот это вот последнее выражение позволяет рекуррентно, то есть шаг за шагом, уточнять форму вот этого вот первого байсного вектора φ1, начиная с какого-то некого начального значения. Ну, допустим, φ0, который стоит из всех единиц. То есть вот это вот n вверху, это номер итерации. n-1 вот здесь вот означает предыдущую итерацию. И вот так вот итеративно, шаг за шагом, мы делаем 30-40 итераций для того, чтобы получить наилучшее приближение к оптимальной форме первого байсного вектора без учета его нормировки. Для того, чтобы нормировать вектор, его достаточно разделить на вот такое вот число. И тогда у нас получается нормированный первый байсный вектор φ1, на который в среднем будут приходиться наибольшие проекции наших сигналов х. Следующий второй вектор будем искать абсолютно так же. Только мы сначала из сигналов х вычтем информацию, которая содержится в первом байсном векторе φ1. То есть вот здесь вот мы восстанавливаем наш сигнал х и вычитаем результат восстановления из исходного сигнала х. Получаем некий другой сигнал х1 и вот здесь вот он отмечен как второй. И то же самое мы делаем для всех остальных векторов. В этом случае рекуррентная формула для нахождения вектор φ2 будет записана аналогично, только здесь вот вместо векторов х мы используем уже вот эти вот модифицированные векторы. И в результате мы получим векторы φ1 и φ2, которые ортогональны друг другу, так как информация, содержащаяся в первом векторе, не содержится во втором. Это произошло из-за вычитания, которое мы вот здесь вот сделали. Ну и дальше вы уже догадались, остальные векторы вычисляются по такой же схеме. В результате мы получим n ненулевых ортогональных байсных векторов, вот этот вот первый вектор, здесь вот будет второй вектор, это вот третий вектор и так далее. Их здесь 16 штук, и длина каждого вектора тоже равна 16. И эти векторы будут наилучшим образом локализовать информацию о сигналах х в коэффициентах разложения. Вот здесь вот на рисунке привезены коэффициенты разложения для каждого сигнала. То есть каждая вот эта вот кривая, которая вот здесь вот нарисована, это коэффициенты разложения для какого-то одного сигнала. И здесь 20 этих кривых. И они вот здесь вот все наложены друг на друга. И вот из этого графика мы видим, что коэффициенты разложения быстро убывают, начиная с первого коэффициента, практически в ноль уходят, когда мы доходим до последнего. То есть, как мы и хотели, на первый байсный вектор в среднем по модулю приходятся наибольшие коэффициенты, на второй вектор в среднем приходится максимальная информация из оставшейся и так далее. То есть мы наилучшим образом локализовали информацию о наших сигналах в коэффициентах разложения. Так вот, преобразование, которое строится на таких байсных векторах, называется преобразованием коронина-лова. Причем байсный вектор такого преобразования можно вычислить как собственные векторы вот такой невырожденной матрицы А. Невырожденная матрица, то есть матрица, которая имеет обратную матрицу. А вот эти вот λi здесь, это собственные числа матрицы А. В линейной алгебре существует математический аппарат, позволяющий находить все собственные векторы и собственные числа любой невырожденной квадратной матрицы. Причем наибольшая средняя проекция будет приходиться на тот байсный вектор, которому соответствует наибольшее собственное число. Используя этот математический аппарат, можно находить оптимальное разложение для бесконечного числа сигналов. То есть при m, стремящемся к бесконечности. В этом случае вот такое выражение преобразуется вот к такому выражению. Здесь вот m это знак математического ожидания, а вот x случайный вектор, который описывает модель сигналов x и g. И в результате мы получаем автоковерационную матрицу вектора x. Если такая автоковерационная матрица известна, то для нее мы можем вычислить все собственные векторы и на основе этих векторов построить оптимальное преобразование короня нового. Вот что из себя представляет преобразование короня нового. Я постарался в этом видео свести математику к минимуму и упрощенно объяснить принципы этого преобразования, но все равно без математических выкладок здесь изложить материал не получается. Надеюсь, что общий принцип находления байсных векторов и понимание самого преобразования мне удалось раскрыть.